Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Чернявская. Когда отдавать ребенка в балет? Сейчас балет стал очень модным и популярным видом искусства. Родители ищут хореографические студии для трех и четырехлетних детей, а иногда и для более раннего возраста. Причем ищут именно балет. А ведь качественная подготовка специалистов в области балета предполагает особый вид учебного заведения, нетиповое образовательное учреждение. И специфика подготовки требует индивидуального подхода каждому воспитаннику. Сегодня в этой студии мы будем говорить о прекрасном искусстве. Конечно же, о балете. И не только. С директором Самарского хореографического училища Мариной Васильевной Федуловой. Здравствуйте, Марина Васильевна. Здравствуйте, Лена. Ну что же, а мы работаем в прямом эфире. Уважаемые телезрители, 202, 11, 22. Телефон у прямого эфира, чтобы сейчас, в эту предновогоднюю передачу, вы были с нами и задали вопрос с моей сегодняшней гостей. Мы ждем с нетерпением ваших звонков. Но, конечно, обратите внимание на телефоны Самарского хореографического училища. Я думаю, что они вам непременно пригодятся. Но мы начинаем наш разговор. Марина Васильевна, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, об истории создания училища. Почему оно открылось у нас совсем недавно, именно в Самаре? Действительно, училище открылось не так давно. Это был 2006 год. Правительство приняло решение о необходимости создания профессионального образовательного учреждения, которое готовит артистов балета. Но замечу, что далеко не в каждом регионе есть такое учреждение. Далеко не каждая губерния может похвалиться тем, что имеет своих профессиональных артистов, артистов балета. И во многом это связано с тем, что, как правило, хореографические училища появляются там, где есть театр оперы и балета. Там же появляется консерватория, появляется музыкальное училище. То есть это учебные заведения, которые обеспечивают кадрами свой театр. А наш театр в следующем году отмечают большой юбилей, 85 лет. Но вся история нашего театра говорит о том, что свои кадры – это немножко иное. У нас интересная область, у нас интересные люди. Есть своя специфика в культуре. Не только потому, что многонациональный народ проживает на территории Самарской области, но у нас всегда были терпимы к представителям разных конфессий, к представителям разных культур, к представителям разных стилей. И если мы просмотрим историю искусства в драматических театрах, в театре оперы и балета, то мы увидим, что все имеет место быть в Самаре и в Самарской области. Поэтому, конечно, свои кадры, выращенные на этой земле, впитавшие культуру этого региона, менталитет людей, особенности характера. Все-таки мы отличаемся от тех, кто проживает, ну, не будем говорить о столичных регионах, о Москве, Санкт-Петербурге, но и даже от других областей Поволжья. Потому что многое влияет и специфика климата, и специфика среды, и образовательный уровень того населения, который проживает здесь, в той или иной местности. Поэтому, конечно, свои кадры – это всегда хорошо. Это есть возможность выбора, если мы говорим о театре, возможности выбора репертуара. Есть возможность расширить репертуар настолько, чтобы не зависеть от приглашенных звезд или солистов. Потому что далеко не всегда есть возможность нас порадовать большим звездам. У них очень плотный график. Но есть артисты не хуже. И мы их готовим. И можно похвалиться уже тем, что случилось несколько выпусков, несмотря на то, что мы самое молодое в нашей стране учебное заведение, тем не менее наши выпускники активно востребованы в репертуаре театра оперы и балета. И на сцене нашей оперы они успешно реализуют свой талант, свои мечты, свои чаяния. Поэтому, конечно, это большое дело, на которое решилось правительство, открыв такое учебное заведение. Но могу сказать, что это хорошо. Хорошо для всех. Училище востребовано не только своими выпускниками. Театр стоит в очередь. Можно даже так сказать. Руководство театра каждый год отсматривает выпускников и выбирает даже среди тех немногих, которых мы выпускаем, лучших для того, чтобы пополнить труппу хорошим составом. Но и среди родителей, которые имеют маленьких деток и готовы привезти учиться. Вы начали с того, что балет на сегодняшний день очень востребован. Востребован, да, конечно. Но должна заметить, что танцуют не только в балете. Танцуют в народных танцах, танцуют в фольклорных коллективах, танцуют... Есть бальные танцы, есть просто занятия хореографией. Сейчас очень популярное направление современная хореография, модерн, где может найти себя и маленький ребеночек, и уже взрослый состоявшийся человек, который имеет профессию, реализует себя в этой профессии. Но, тем не менее, для него это возможность как-то переключиться, найти в себе новые грани, найти даже возможность расслабиться и отключиться от тех проблем, которые всех нас сопутствуют, всем нам сопутствуют в этой жизни. Поэтому, конечно, когда мы говорим о балете, всем хочется, мамочкам, бабушкам, чтобы девочка, потому что в большей степени, конечно, к этому тяготеют девочки, сразу занимались профессиональным искусством. Но мы принимаем с 10 лет. Это связано с особенностями физического здоровья и анатомического строения тела. Принимаем по физическим данным. Но более ранний период, он приветствуется, потому что если с ребенком, с мальчиком, с девочкой занимаются профессиональные педагоги, это дает возможность им чувствовать себя более комфортно в среде своих сверстников, более старших. Это дает возможность контактировать с большим количеством разных людей. У ребенка нет страха. И для жизни это, в общем-то, хорошо. Марина Васильевна, я знаю, что первый выпуск состоялся в 2014 году, и сейчас я предлагаю посмотреть кусочек фильма. Попрошу, пожалуйста, вас прокомментировать кадры, которые мы сейчас увидим на экране. Заглянем в «Святая святых». Хорошо. Пожалуйста, внимание на экран. Мы сейчас посмотрим первый выпуск. Вот сейчас. Это кадры репетиционного процесса. В нашем училище репетиционный процесс проходит в стенах театра оперы и балета. Это первый класс, который только осваивает, причем это делать нужно правильно, под настоятельным вниманием и руководством педагога основные позы и движения для того, чтобы потом в совершенстве овладеть своим телом. И у многих возникает вопрос. Вот как, например, такая растяжка может быть у девочки? Вот она достает пяткой до головы. Насколько это возможно? Вот это достигается путем ежедневных кропотливых занятий. Которые длится, репетиции длятся ведь не час, не два, верно? Каждый день классика. Полтора часа занятий классическим танцем у станка для того, чтобы отработать основные движения. Это и залог здоровья и правильного исполнения партии на сцене. А затем может быть репетиционный процесс, когда идет непосредственно подготовка к спектаклю. Ну, вот здесь уже взрослые. Юноши, да, которые также учатся с охотой, поступают. С большим удовольствием. Мальчики, мы брали у них интервью для нашего архива и задавали им вопрос, как вы оцениваете себя в балете? Вы уверены, что вы правильный выбор сделали? Вот Никита Смолькин, которого мы сейчас видели на экране, он говорит, да, однозначно, потому что это абсолютно мужская профессия. Здесь требуется сила, выносливость, характер, чувство партнерства. У девочки должно быть абсолютное ощущение свободы движения. Она должна чувствовать руки партнера. В зависимости от того, насколько крепко он держит, она может выполнить то или иное движение. Вот эти высокие поддержки, это основа классического танца, дуэтного танца. Есть такая дисциплина в хореографическом училище. И, казалось бы, партнер не так много движений делает, но это единое целое. Это один организм, который должен чувствовать каждую свою половинку. И только тогда получается что-то шедевральное на сцене. Мы сейчас вот видим как раз репетиционный процесс на сцене. Марина Васильевна, скажите, пожалуйста, но ведь не все и не всегда выходят на сцену? Все и всегда. Уникальность нашего учебного заведения заключается в том, что каждый должен выйти на сцену. Это обусловлено и программой. Традиционно в мае у нас отчетный концерт, и мы объясняем нашим деткам, что они должны показать, чему они научились, в пределах той программы, которая предусмотрена. Старшие, конечно, вот мы уже видим, это практически состоявшиеся артисты. До выпуска осталось буквально несколько шагов получить диплом. Но взрослые девочки, мальчики, старшекурсники, они заняты в спектаклях. Вот это фрагмент «Лебединого озера». Через кардебалет проходят абсолютно все студенты училища. Это дает огромную практику, это дает возможность понять свои технические возможности, и это дает возможность взаимозаменяемости. Есть такое понятие. Если ты имеешь широкий репертуар, то ты можешь станцевать любую партию, но ни для кого не секрет, что работник – это работник. Он должен уметь выполнять то, что необходимо сейчас. Это универсал. Не только то, что нравится. Конечно. И кордебалет – это большая практика. Каждый, кто заканчивает училище, проходит через кордебалет. Это два-три года. И тогда уже видно, какие возможности у артиста. Появляются сольные партии, появляются программы, которые они способны показать и в концертах, и в спектаклях. Марина Васильевна, итоги года. Давайте мы озвучим. Год медленно, но верно подходит к своему логическому завершению. И я знаю, что у вас есть чем похвалиться. У нас есть фотографии, их иллюстрирующие. Пожалуйста, расскажите, какие достижения выпускников училища ваши лично? Расскажите. В этом году мы позволили себе такую роскошь, как поучаствовать в международных конкурсах. И участие было очень успешно. Вот сейчас на фотографии Чумаченко Вера она стала дипломантом международного конкурса в Италии, в городе Бари. И ее выступление было встречено с большими овациями. Это тоже важно, потому что для наших студентов важно иметь признание. По той причине, что далеко не все страны, которые имеют классический театр оперы и балета, придерживаются классической хореографии. Вот как раз этот момент с выступления в городе Бари. Есть студентка Винокурова Мария, которая внесена в золотую книгу. Это решение Министерства культуры Самарской области, создание такой книги, в которой отражены имена наиболее талантливых и одаренных студентов Самарской области. Вот наша девочка, Винокурова Маша Вашлан, стала в этом году стипендиаткой, губернской стипендии. Кроме этого, у нас очень обширные связи появились с разными странами, с разными школами. Ну, конечно, внутри своей страны мы поддерживаем отношения с хореографическими коллективами, с хореографическими училищами, но в этом году у нас сложилось сотрудничество и с Германией, и с Италией, с Чехией. А у нас есть фотографии сотрудничества, я также предлагаю их посмотреть, Марина Васильевна, и вы продолжаете рассказ как раз о сотрудничестве. Мы стараемся, чтобы в профессии состоялись не только студенты. Для них, например, важно видеть лучших в своей профессии. Вот, например, Иоланда Корея, которая на фестивале «Кремлевский балет» общалась с нашими студентами. Она является примой норвежского балета. Анна Мария Прина долгое время была примой театра «Ласкало». 1 сентября она почтила нас своим присутствием. У нас есть такая традиция, мы вручаем студенческие билеты и зачетные книжки новым студентам 1 сентября. И в этом году они получили из рук Прины. Маргарита Кулик, которая сейчас является педагогом-репетитором Мариинского театра, давала мастер-класс нашим студенткам. Долгое время работала в Корее в национальном балете. И для нас это тоже хорошо, потому что это позволяет не только девочкам, мальчикам иметь опыт общения с педагогами, вроде бы классический танец. Та же система Вагановой, та же школа, русская школа классического балета. Но, тем не менее, каждый привносит свою индивидуальность. У каждого есть свои приемы, методы, структура построения занятия, особенности слышания своего тела. Весной 2015 года у нас состоялся для преподавателей большой семинар. Его проводил Мартин Герберт Путке, очень известный в прошлом артист балета Берлина. И сейчас он создал свою школу на основе классической системы. Он учился в Академии Вагановой в Петербурге, которая является альмаматор русского балета. И он разработал такие приемы, которые позволяют после травм артистам балета, ни для кого не секрет, что это есть, восстанавливаться и продолжать свою карьеру. Хотя, казалось бы, ее нужно заканчивать. Поэтому такие моменты, такие встречи, такие семинары очень важны для наших педагогов, потому что они позволяют научиться учить. Они позволяют по-другому посмотреть на себя. Посмотреть на себя не просто как на педагога, который работает с детьми, а как на мастера, который понимает, как, с кем нужно взаимодействовать, какие замечания нужно сделать, как научить ребенка правильно слышать свои ощущения, свое тело, потому что все-таки инструмент очень хрупкий. Конечно. И ни для кого не секрет, что балет это в первую очередь ноги. Вот, кстати, вы не случайно принесли в студию совершенно замечательные пуанты, такие маленькие, разрешите их, возьму в руку, ну, вот просто крошечные. Ну, расскажите, Марина Васильевна, с какого возраста, дайте, пожалуйста, профессиональный совет, стоит ребенку отдавать в балет? Если мы говорим о хореографии, то ребенку можно отдавать практически в любом возрасте. Как только он начинает ходить, у всех возникает желание потанцевать под музыку. И, конечно, это умиление и радость родителей. Но если мы говорим о профессиональном балете, здесь нужно различать. Мы ребеночка отдаем для того, чтобы он эмоционально развивался, это одна история. Если мы хотим, чтобы он имел такую профессию, это немножечко другая история. И сейчас, конечно, многие называют себя балетными школами, называют себя балетными студиями и так далее. Я не могу сказать, что это неправильно. Но если мы обратимся к истории вопроса, то балет это танцы на пуантах. Французское слово, которое означает кончик, острие, то есть это предполагает танец в специальной обуви, специальная техника, и именно на кончиках этих туфель. Поэтому пуанты это святая святых для профессиональной балерины. Нужно уметь правильно работать со своей ногой, чтобы стопа была готова надеть такую обувь и встать в непривычную для человека позицию. Потому что такой позы мы встаем на, как говорят балете, на полупальце, мы встаем на цыпочки, мы не ходим на пальцах. Ну вот даже артисты балета говорят не пуанты, а они говорят пальцы, пальцевая обувь, потому что в них они стоят действительно на пальцах. Мы в кадрах видели совсем маленькие детки, которые только пришли к вам в первый класс, и они уже стоят. То есть, получается, вы учите прямо вот изначально. Программа построена таким образом, что первые полгода они осваивают позы. Шесть поз ног, четыре позы рук, и на этом строится все искусство балета. И для того, чтобы правильно встать на пальцы, требуется полгода. Медицинскими институтами разрабатывалась программа подготовки артиста балета. Именно с точки зрения физиологии. Поэтому ставить на пальцы нужно вовремя. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем у деток. Да, мы видим вот сейчас этот момент. И происходит это, как правило, в 10-11 лет. Но если мы говорим о первом классе обучения в хореографическом училище, то это через четыре месяца обучения, через полгода. Они сдают контрольный урок, они показывают, что овладели основными движениями, позами, и январь начинается того, что ставят на пальцы. Все это должно делаться очень правильно и очень вовремя. Поэтому я не приветствую те студии, школы, которые в 5-6 лет ставят деток на пальчики. Но взрослые все-таки несут ответственность за детей. Если мы хотим это сделать для умиления родителей, но ребенок сам по себе умилене, когда он надевает красивый костюм, поэтому просто призывают думать о здоровье. Марина Васильевна, вы знаете, я хочу поговорить о практике. Вы неоднократно сказали, что ваши студенты проходят практику в стенах училищ, а само училище располагается в театре оперы и балета. У нас есть кадры балета «Фея и кукол». Прекраснейший спектакль. Давайте прервемся и посмотрим его. «Фея и кукол» «Фея и кукол» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это в 13 репертуарных спектаклей Я пользуюсь возможностью всех приглашаю И «Спящая красавица», и «Корсар», и «Лебединое озеро», «Фея кукол» Можно увидеть наших студентов А вот «Фея кукол» — это спектакль, в котором заняты все студенты Некоторые выпускники продолжают в нем танцевать Делают это с большим удовольствием И это такой подарок, который мы сделали нашим студентам Может быть, поподробнее еще уделим внимание именно спектаклях, которые заняты ваши студенты Вот у нас также есть уникальные кадры Марина Васильевна, вот расскажите, мы видим разновозрастных ваших студентов Вот может быть, даже порой и не отличить-то, где актеры, а где студенты? Это на самом деле так, но в каждом спектакле есть детские партии Уникальность нашего учебного заведения, мы об этом уже упомянули Но заключается в том, что с первого года наши дети заняты Есть детские партии, есть репертуары За это особая благодарность нашему театру Что дает возможность им попробовать себя в реальных условиях на профессиональной площадке Сцены не боятся? По-разному Но взрослые, конечно, они уже не могут исполнять партии маленьких детей Они исполняют то, что им по силам И любой классический балет, он построен таким образом, что есть разные партии Поэтому далеко не всегда можно увидеть, где студент, а где артист-труппы Ну вот здесь промелькнул кадр Анюты, там видно, что это мальчики, что это дети А вот в Боедерке, например, далеко не всегда можно отличить артистку от студентки Марина Васильевна, я знаю, что вы лично присутствуете на практически каждом спектакле Ну не всегда это, к сожалению, получается, но я стараюсь, да Потому что нужно видеть, насколько профессионально работают наши студенты Мы не имеем права подвести труппу, которая дает нам такое доверие, нам оказывает, дает нам возможность выйти на сцену Ну и, конечно, нужно видеть, как реагируют дети на публику, на профессиональную площадку Как они могут взаимодействовать с профессиональными артистами, потому что это тоже очень важно Конечно, ну скажите, как вы осуществляете набор? Большой ли конкурс и абсолютно вы ли всех берете, желающих к вам поступить? Конкурс большой Уже в апреле мы начинаем работу приемной комиссии Принимаем на подготовительные курсы, поэтому по телефону можно звонить, уточнять вопросы, получать дополнительную информацию В среднем конкурс у нас держится от трех до шести человек на место в разные годы по-разному И поскольку у нас такая специфическая среда, у нас дети заняты целый день, они привязаны к театру А театр, он, конечно, поглощает во всех смыслах и во временном Это другая жизнь, это другой ритм, это очень интересно С большим трудом приходится расставаться с теми, у кого нет перспектив Или получил травму, или по состоянию здоровья Травму не потому, что занимался классическим танцем У нас дети любят и сноуборды, и коньки, и занимаются разными видами спорта, и не всегда успешно Но, тем не менее, это есть, это жизнь, поэтому мы стараемся не принимать И не давать, может быть, надежду для того, чтобы потом не постигло огромное разочарование Марина Васильевна, насколько мне известно, вы также и стараете разнообразить жизнь своих студентов Возите в различные города, устраиваете мастер-классы Вот расскажите об этом, ведь это очень важно, именно разносторонне развиваться и знать другую школу Верно, я понимаю? Да, вы понимаете, верно Нам такой подарок сделало Министерство культуры Самарской области Мы имеем возможность посещать все учреждения культуры, находящиеся на территории Самары и области Поэтому мы стараемся и посещать, и выставки, и драматические спектакли И не только в нашем городе? Не только в нашем городе, но помимо этого нас еще и приглашают, потому что есть музыкальные спектакли Например, театр Самарт очень успешно сотрудничает с нами, или мы с ним, я не знаю, как здесь будет Взаимобогенное сотрудничество Как более правильно сказать, девочки у нас танцуют в спектакле «Вино из-за дуванчиков» Но мы еще и выезжаем за пределы, потому что, как мне кажется, студенты должны знать людей своей крови, что ли Тех, кто занимается в других хореографических училищах В этом году был большой юбилей, 70 лет Пермского хореографического колледжа Нас пригласили, мы танцевали на сцене Пермского театра опера и балета Все были в восторге У наших студентов, девочек только мы возили с большим красивым концертным номером Но у них была возможность даже с профессиональной точки зрения сравнить площадки И они сказали, что наша площадка удобнее И театр больше, и площадка позволяет развернуться Да, это так, родные стены им, конечно, знакомы И в этом году мы были приглашены в Москву на фестиваль Театра Кремлевский балет Во время этого фестиваля они посмотрели спектакли, которые больше нигде не идут В авторской постановке Григоровича Ромео Джульетта, Эсмеральда, Спящая красавица С приглашенными солистами мирового балета Пообщаться с ними Ну и некоторые первый раз увидели Москву Для них это было знаковое событие И сразу оказаться в Кремле и на таких значительных спектаклях Поэтому по мере возможности стараемся Но, конечно, мы привязаны к театру Мы привязаны к репертуару И далеко не всегда мы можем просто вот взять и поехать по собственному желанию Но, тем не менее, при таких возможностях мы ими пользуемся Марина Васильевна, восемь лет Восемь лет вы обучаете во стенах Самарского хореографического училища Наше время подходит к концу Я хочу предоставить вам заключительное слово Конечно же, наша программа предпраздничная Поздравить всех с наступающим Новым годом Но от тебя лично хочу сказать вам огромное спасибо За то, что вы пришли и так интересно Рассказали о своем училище О своих студентах О достижениях Ведь это очень важно Знать и самое главное Понимать, где ты учишься И какое образование ты получаешь Пожалуйста, заключительное слово Спасибо, Елена Я поздравляю всех с Новым годом Конечно, я с большим трепетом С большой нежностью отношусь к нашим студентам К нашим преподавателям К артистам балета К руководству театра оперы и балета Поэтому я поздравляю в первую очередь их Поскольку мы поздравляем наших близких Это такой родной домашний праздник Но я хочу поздравить всех жителей города Самары Самарской области С Новым годом И пожелать, чтобы вас не покидала тяга к прекрасному Потому что воспитываться все-таки нужно И воспитывать подрастающее поколение На хороших примерах На классической музыке На классическом танце На классическом литературном произведении Поэтому я желаю, чтобы в Новом году Вас эта тяга, эта страсть не покинула Спасибо вам большое Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами Вы смотрели программу Город С Марина Васильевна Федулова Директор Самарского хореографического училища Всего доброго Всего доброго Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok